Гао, Ю, Гао, Ю, Чун, Ди, Чан, Йо, Ши, Ю, Си, Чо. Вот, это часть 1. Ну, я сразу вторую прочту, потому что она здесь весит там 4 строчки. Здесь одна только строчка имеется. Хо, Мин, Дин, Чо, Х, Так, это 366, Че, Чао. Гуту, значит, так. Я хочу, 291, стремлюсь, хочу добиться того, чтобы прекратить отношения, и прекратить странствия. Вот, что... Поколение, время, так сказать, и современники по отношению ко мне, вот, я находятся в отношении противостояния, избегания, ну, в общем, противоположностей. Вот, и, значит, здесь я хочу вновь отправиться в путь, вот, чтобы рассеять свою тоску. Ну, вот, значит, это, соответственно, для... И, значит, зачем искать что-то? Ну, вот, значит, здесь я считаю, что это просто сослужебное слово. Ну, вот, ну, я думаю, что, может быть, это... Зачем требовать что-то, вновь прибегая к словам? Вновь прибегать к словам, зачем искать что-то? Я радуюсь таким сочувственным речам близких, где, значит, наслаждаюсь игрой над сынью и книгами для того, чтобы рассеять тоску. Вот, крестьяне сообщат мне о приходе весны и, значит, и будут у меня дела на западном поле. Вот, что я или приказываю подать полотном покрытую повозку, или, соответственно, управляю, может быть, поскорее правильнее, это будет этой повозкой. Или, значит, грибу, соответственно, на маленькой лодочке. Это будет желуд. Для одного человека. Да. Ну, и, так сказать, это самая первая третья часть от второй половины второго большого фрагмента. И, так сказать, вот здесь рифма на лау. Вот, все. Вообще они для всей второй части они характерны. Она вся на лау рифмуется. Вот. А первая часть, она в первой части, которая один, один, один-два, один-третья части, в каждой части разная рифма. А здесь рифма одна. Вот. Значит, соответственно, это будет вот. Вот. Эм, так. Ну. Ну. Продолжение следует... Вот здесь у нас получается вот что. Значит, у нас параллельно 376-й знак Х, несоответственно, 386-й знак ЧОУ. Вот, значит, Х это, так сказать, расщелина с потоком, с ручьём. А ЧОУ это самое... Холм, соответственно. Вот, я и, значит, это самое... Ну, как бы, вот, расслабляюсь, что ли, так сказать. Вот, в поисках этого, так сказать, ущелья. И, значит, иду по неровной тропинке для того, чтобы пройти по холмам. Вот, и что деревья, они разрослись, и, так сказать, были на тескарке. И, значит, и, значит, бурно растут вокруг, вот, разрослись, так сказать. А в источнике он желчит, желчит и, значит, течёт. И я завидую тому, что все вещи, они получают своё время. Вот, соответствует времени, а не удаётся делать всё вобранное. И я чувствую, как в своей жизни чередуются вот эти самые времена деятельности и покоя. Вот, 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 вот. Так, это 42-43 строчки. Вот, и эта вторая часть кончается, она очень чётко сопоставлена с первой, Но она по сравнению с ней короче, там все укорочено. И семизначная первая часть, так сказать, этой части, и четырехзначная вторая часть, и семизначная третья часть. Здесь все построено по принципу АБА, в какую можно привести музыкальную аналогию в сонатной форме. Вот, обе эти части. Вот, а третья часть, она устроена иначе, потому что в ней только есть уступительная часть, вот, которая состоит из введения, что вот уже это самое, все, конец всему пришел, надоел. Вот, пора кончать. Ну вот, сорок четвертая строка, после нее идут три нерифмующихся семи строки, чая, и потом идут важные лень, в одном из которых, значит, соответственно, пять знаков, а в двух остальных шесть знаков, как это, так сказать, раньше и было. Вот, и, значит, некое заключительное, четвертый лень, 54-55 строки. Вот, композиция очень четко видна. Вот, соответственно, у нас здесь это будет так. Так, это юсиный, юсиный, юсиный. Вот,ана Шри,ики asина. Вот, по-ан ли он есть нам на большой части? Что вы хотите persistence? А вот еще, я хочу ее рассказать вам-夠. Как вы, complexities. Каких с absенны мне тоже вам, лично мусор, 是什麼 больше, и со和ordinацией может выяснить. Это дон Бал funding, ицы как билет, Дунгао и шу-шел, лен-чин-лю, а-фу-си, лео-чэн, хуа и гуи-ген, ле-фу-ген-ми, фу-си. Вот, очень кратко. Так, только я думаю, что я делал. Вот, 450-ый знак. Забыл, как интерпретироваться. Я плохо посмотрел текст, к сожалению, перед. Кушай ю-день да ю-день. Я тоже плохо вижу. Ну, это похоже на ю-день да ю-день. Да. Тогда... Я... Здесь явно строение 4 плюс 3. Вот. И здесь... Действие они в четвертом столбце все сосредоточат. Вот. А первые 4 знака, они здесь везде делятся на 2 плюс 2. Это совершенно очевидно. Вот. Ну, вот это мне юи, который в 450-ый знак, он меня очень смущает. Это чего-то, так сказать, не заработано. Что... 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 Вот... Хочу сформировать то, что имеется, так сказать, в мире, окружающем, это ю-джоу, да и... Вот... В временных рамках его. Вот. Когда это... Насколько это времени может хватить? За... Почему не... Ну, как бы это самое... Не доверить свое сердце. Вот. Вот. И... Позволить, так сказать, идти самому по себе, то, что уходит и то, что остается. Вот. И зачем, так сказать, бродить? Вот. Куда... Думаешь, куда ты придешь. На самотек запустил. Да. Вот. Это вот... Это, да. Ну, это интересно. Сейчас мы посмотрим, как это Алексеев переводил. Все. Есть. И по этим, так сказать, частям. Вот. Это, значит, это вводная часть. Она здесь расширена по сравнению с первыми двумя частями. И дальше вот эти самые стихи, соответственно, здесь все рифмы на А. Причем это вот... Да. Тут на А, потом на Н, а здесь на А просто. Вот. Вот. Значит, богатство и знатность, это не есть то, к чему я стремлюсь. Что обитель царской, на нее, так сказать, нельзя надеяться. Вот. Ну, я пользуюсь, так сказать, хорошим временем, чтобы одиноко бродить. Или я это самое... Ставлю, так сказать, самую палку. Такая палка. Вот. Мотыгу, в общем-то. Мотыга. Вот. И, соответственно, Палю и окучиваю. Венцер. Вот. Поднимаюсь на Восточный берег, чтобы, значит, вольно дуть во флейту. Вот. На берегу, глядя на чистый поток, сочиняю стихи. Вот. И, значит, когда-нибудь я подвергаюсь изменениям. И, так сказать, исчезну, а сейчас, пока я радуюсь воле неба, и ничего мне о чем сомневаться. Зачем? Вновь сомневаться. Вот. И сейчас, вот, давайте посмотрим, что здесь у Алексеева сделано. Я нарочно сейчас не смотрел. Угу. Угу. Какой-то он первый, все правильно. Угу. Угу. Ну, все размечено. Угу. Значит, уйду я, 1-0. Уйду я отсюда домой-домой. Израстут бурьян, там, поля и огороды. Ну, как же мне отсюда не уйти. Это 1-0. Стройки 0-1. Теперь 1-1. Значит, 1-1-1. Коль скоро сам я душу превратил в служанку тела, зачем терзаться и все время горевать. 1-1-2. Ведь я прозрел и понял, что не стоит упреком занимать себя за прошлые грехи. И знаю хорошо, что можно нагонять все то, что будет впредь. 1-1-3. Я вижу ясно, что дорога заблуждений зашла еще недалеко. И, наконец, прозрел, что я сегодня прав и был неправ вчера. 1-1-4. Вот лодку мою качает, качает, легко подымая. И ветер порхает, порхает, дует в моей одежде. 1-1-5. Я спрошу у прохожих людей, как держать мне дальнейший путь. Так досадно, что у там рассвет и неясенный темен и слаб. Ну вот 1-1 кончился, теперь 1-2. 1-2-1. Ну вот я завижу родной мой кровь, как рад я бегом бы бежать. 1-2-2. Служанки и слуги с приветом встречают, а милые дети ждут у дверей. 1-2-3. Три тропки в саду сплошь бурьяни и пусть их. Но та, где сосна с хризантемы пока сохранила свой вид. 1-1-4. Возьму я за ручки малюток и с ними войду к себе. 2-2. Вот теперь идет часть 1-3. 1-2-1. Да, это мне просто с карандашом. 1-3. Стоит на столе вино, моя чарка уже полна. Тянусь за купшином и чаркой и снова себе наливаю. Смотрю перед собою на ветви деревьев, что там на дворе и довольством полно лицо. 1-3-2. Прислонившись к окну, что выходит на юг, я пространству отдам горделивую мечту. И постигну тогда, как легко быть довольным в закуте, где место одним лишь, пожалуй, коленем. Вот видите, насчет разделения колен. 1-3-3. Целый день я по саду брожу, огороду, и в этом мое наслаждение. На вход хоть навешана дверь, но она всегда на замке. 1-3-4. А попрос на бамбук, тот, что старых поддерживает, по брожу, отдохну. А порой поднимаю лицо и взором блуждаю вокруг. 1-3-5. Облака вылетают из горных пещер свободно, не знаю зачем. И птицы устало полетят, понимая, что нужно домой. 1-3-6. Вот солнце тускнеет и гаснет, готовясь войти к себе. Я обнимаю свою сироту со сну, не решусь оторваться, куда-нибудь дальше идти. Вот первая часть здесь кончается. Дальше снова. Ах, уйду я отсюда домой-домой. Попрошу-ка знакомых прервать все сношения со мной. А друзей от меня отстать. Вот так это интерпретируется. 2-2-1. Значит, да, ведь как только все бросят меня, то позвольте чего же мне больше искать. Дальше 2-2-2. Любовно внимая сердечным речам моих близких, ушу наслаждение на цитры и книги. Вот то, что все горести смоет бесследно. 2-1-3. Пахарь мне скажет, когда подойдет весна. И будут тогда с ним у нас дела на западных наших угодьях. 2-2. А не то, так велю я запрячь с колщовой покрыской телегу и дать мне челнок одинокий с веслом. 2-3-1. Поищу, где поглубже, поглубже затон или холм, где проехать дорогой вдоль обрывов крутых. 2-3-2. Деревья, красуясь, приветливо нежно цветут передо мною. Поток начинает свой бег немостным журчанием струи. 2-3-3. Умело я буду смотреть на природу в ее мириадах форм, как каждая тварь там найдет себе время и место. А чувством, всем сердцем своим пойму, где мой жизненный путь и как он прорвется в конце. 3-3. Кончено, кончено раз навсегда. А в много ли еще часов я буду держать свое тело в всем мире живых людей? И как не отдаться душою тому, чего она хочет? Отвергнуть одно, задержаться ли жизнью в другом? Зачем суетиться метаться, куда направляться еще? Вот видите, как эти три строки здесь переданы. 3-1-1. Ведь знатность богатства не то, что сам я в душе пожелал бы. Мечтать же о царской столице мне и вовсе, пожалуй, нельзя. 3-1-2. И вот я дождусь вожделенного утра, пойду одиноко бродить. Или палкой своей, как мотыка, и начну ковырять в земле, вырывая сорняк. 3-1-3. Поднимусь на восточный пригорок, чтоб там мне вольготнее было свистеть. Подойду к чистым стройкам воды и сложу там стихи. И 3-2. Да, я воспользуюсь этим миром живых превращений, чтобы уйти мне затем в ничто. «Зову неба я буду рад, колебаниям откуда взяться». Вот. Вообще здорово. Мастерский переведено совершенно. Вот. И дух передан текста, и, так сказать, течение мысли, оно очень естественное, ритмичное, музыкальное. Так что, когда вот так вот рядом имеешь текст китайский, должен образом препарированный. И вот такой. Это просто было очень хорошо такое издать даже, хорошее издание, чтоб это было доступно для создавающих насладиться всем этим. Вот. Да, замечательно. Ну, теперь, значит, у нас еще есть две пьесы. Таллиамин. Ну, кстати, текст 59b у нас. Там вот персиковый источник, который очень прост и чистый. Вот. Ну, здесь его читать, по-моему, вслух не надо, он не так устроен. Вот, музыкально, как вот эта вся композиция. Ну, действительно чистая проза. Ну, проза очень мастерски написана, похоже на пушкинскую прозу по своей простоте и организованности, как мне кажется. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Значит, в один период Тарьюань, Улин, это знаменитая, так сказать, местность в районе Нанкино. Человек из Булина, он, значит, добывал себе средства на жизнь, лули, рыбы. И он шел вдоль ручья, вот, и забыл, сколько он прошел. Далека или близка была дорога. Вот. И вдруг он это самое встретил лес из персиковых цветов. А тут что-то у нас нет. А тут что-то у нас нет. Другой немножко. Сейчас, 34. А у нас 59В. А, страница 34. Нет, страница 44. А, 44. Ага. А, 34. Начиная с 34. А, мы сначала думали, что-то не то. Ну, бонец от старого текста. У меня специально 34, с этого 34. Ага. Значит, вот снова давайте это самое. А вот это что-то никаким. Значит, день во время направления Тайя. Тайя. Вот, и тут года есть на 47-ой странице. Вот, человек из Улин, вот, он, значит, добывал средства. Ловлей рыбы, что он занимался роллей рыбы. Вот, шел вдоль ручья, забыл, насколько далека и близка дорога, и внезапно ему попался навстречу лес из этих самых персиковых цветов, деревьев. Вот, и, значит, он обнимал, так сказать, ручей с двух сторон, он, так сказать, это самое, ну, прикрывал ручей. Он был на обеих сторонах ручья на протяжении нескольких сотен шагов. Вот, и что среди них не было других деревьев. Никакого там разнолетия, если там не было. Вот, и, значит, душистые травы были душистые и прекрасные. И, значит, эти самые упавшие лепестки, они, значит, соответственно, тоже переливались всеми цветами, лежали друг на друге и так далее. Вот, и этот рыбак очень этому удивился, снова пошел вперед, вот, хотел пройти до конца этот лес. Вот, лес, он кончился источником. Рядом была гора Нишаев-400. В горе было маленькое отверстие. И там что-то такое, это самое, светилось, 406-407, это самое, как будто фанфу, там был, значит, свет. И он вышел из этой самой лодки и вошел в это отверстие. Вот, сначала оно было очень узким, его едва-едва пропускал человека. Вот, он дальше прошел несколько десятков шагов и внезапно, значит, открылось пространство. Вот, и земля была там обширна, и там были эти самые строения, вот, которые были ровными. Ну, вот, вот.